Патриотическому воспитанию в школе номер 17 уделяется очень много внимания. Везде учатся кадеты, юные спасатели МЧС. Даже сейчас беззаботными летними деньками для самых маленьких школьников, отдыхающих в лагере дневного пребывания на базе школы, проводятся мероприятия в этом направлении. Накануне Дня России они посетили школьную достопримечательность – музей. Ровно 22 года в этом году исполнилось в апреле, как открылся наш музей. Хотя первоклашки не в первый раз посещают экспозицию, эта экскурсия стала для них очень интересной. Ведь совсем недавно, на половину полученного гранта, а это 200 тысяч рублей, здесь прошла большая модернизация. Ребятишки заметили много отличий. Теперь экспонаты стоят за стеклом новых витрин, оборудованных подсветкой. Экскурсоводы работают за стильной стеклянной тумбой. Музей должен шагать в ногу со временем, и поэтому у нас администрация молодая, энергичная, и поэтому они видят уже немножко по-новому. Поэтому именно с их подачи шло переоборудование музея. Поэтому то, что поставили нам такой прекрасный телевизор, соединили его с компьютером, все презентации мы можем показывать. Благодаря полученному гранту обновился не только музей. Кадеты школы 17 слывут с заядлыми туристами. Походы разных категорий обязательно входят в план патриотического воспитания. Поэтому руководство школы решило направить другую половину гранта, а это еще 200 тысяч рублей, на туристическое снаряжение. По этой программе нам удалось приобрести вот такой замечательный полиуретановый тент размером 7,5 на 6 метров. Фирма Век нам по спецзаказу сшила. Смогли купить 6 новых абсолютно рюкзаков. В принципе, это новая коллекция фирмы «Новатур». 100-литровый рюкзак, современный, с силовым каркасом, полностью регулируется под человека. Также удалось нам приобрести вот такую геологическую палатку, четырехместную. Но она рассчитана на 4 человека долгого проживания. В принципе, мы ее в весеннем походе испробовали. Ну, в десятером мы туда ложимся спокойно. Мы ее приготовили для экспедиции в Карелию, которую этой осенью будем в августе осуществлять. Наверное, из этого похода ребята принесут что-то интересное и передадут в школьный музей. Ведь многие экспонаты перекочевали сюда именно из школьных походов. На сплав только что в мае ездили ребята. И вот нашли такое бревно, которое погрыз бобер. Вот следы бобра. У нас как бы вот экскурсии иногда проходят удивительное рядом. Вот древесный уголь у нас есть самый настоящий. В своем таком первозданном виде, который использовали, когда плавили руду. Нет сомнения в том, что 400 тысяч рублей окупятся уже в новом учебном году. И без того трепетное внимание учащихся к истории своей школы, своего края возрастет еще больше. А ведь именно с такого отношения начинается любовь к месту, где ты живешь.